Каждая осень это новая жизнь. Время, когда остаются считанные мгновения до того, как перевернут листок календаря. Этого чуда особенно ждут дети, ведь они мечтают поскорее вырасти, чтобы подражать взрослым и смело отправляться навстречу приключениям за 3-9 земель. Но сделать это могут далеко не все. И поэтому сегодня мы сами перенесем детей в неизведанную Индию. В больничные палаты индийская культура вошла сама, облаченную в традиционную одежду сари и скромно сияющая красной точкой волды. Давайте вспомним, почему я так выгляжу. Кто-нибудь знает? Почему? Первым делом маленькие любители Индии научились сидеть, как индусы, в позе Будды или по-научному в позе лотоса. Рассевшись в кружок, мальчишки и девчонки узнавали о священных и не только обитателях-символах жаркой страны. Он огромен, толстоват, неуклюж и сероват. Длинный нос, большие уши, сильный он, добродушный. Слово! Слово! Зимой он спит. Летом у лива расширится. Кто это? Медведь. Медведь. Гималайский медведь там. В это время в другой части нашей межконтинентальной комнаты дети постигали привлекательную на вид, источающую травяной аромат культуру мехэнди. Это искусство росписи по телу кной. Цветы, скобочки и линии, иногда изображения животных, говорят, рисунок привлекает его носителю благополучия, здоровья и защиту. Мастер мехэнди Анастасия Шпилевая сразу пришла к практике. Любой узор на выбор ребенка. Бабочки, они чудесные, они красивые. С легкостью художника Настя наносила мазки на холст, в данном случае на руку. И на наших глазах у бабочки вырастали толстая брюшка и завитки усиков. Вот-вот взлетит. 15 минут достаточно, чтобы хна высохла и осыпалась, оставив рыжий рисунок. Через день она станет шоколадного цвета. Кстати, бабочки сегодня явно популярны. Маленькая Люба тоже посадила на руку воздушное насекомое. Это напоминает ей о доме. У вас там много бабочек? У меня много, а только девочки. Они очень любят бабочек. А ты приду навыку, какие зовут? Я зовут Марина. Марина? Да, бабочка. Сильная и чуть более взрослая половина комнаты к выбору рисунка подошла нестандартно. К примеру, Ваня решил на пару дней вставать и ложиться с часами на руках. Я всегда не стою часами. А яша скорпион по гороскопу и у себя нарисовал скорпиона. Говорит, не боится опасных насекомых. Ну, я люблю насекомых. В аквариуме таранту уже. Ну ты что? С ящерицем. Он убежал. А ящерица? Ящерица я в огород выпущу. Ну и на этом не все. Гости тематической посиделки подготовили для пациентов еще один сюрприз. Съедобный. Мы вам принесли индийские с радости. С радости? С радости. Индийские. Там их часто такие готовят. Они из сухого молока и бананов. И совсем без сахара. Очень вкусные и полезные. В этот день наши инди-друзья подарили детям не только новые впечатления, о далекой стране, но и самих себя. Отвечали на вопросы о росписи и о других увлечениях. Слушали рассказы мальчишек и девчонок о доме и просто дурачились. За пару часов даже родилась дружба, для которой не важен языковой барьер. Они берут внимание, и это все, что им нужно. Я даже сижу, ничего не говорю, ничего не делал. Он так вот ковыряет, и радуется. Просто в компании, чтобы делать не одному. Почаще с ребятишками общаться надо, играть. И они тогда, ну как-то они больше припощаются. Результат такой яркой встречи пациенты краевой клинической больницы внесли в палаты в своих головах и буквально на руках. По словам художника Анастасии Шпилевой, эти рисунки обязательно помогут детям бороться со своей болезнью. Ребенок в бегах, да, мы сели, порисовали, и он стоит в другом настроении. Даже если отбросить всю философию, всю теорию, как это может повлиять, то даже практически мы видим, что детям это приносит радость, а без радости это придает, значит, силу, и ребенок поправится. Со всей детской искренностью в это верят и сами маленькие пациенты. Поддержать их и подарить улыбку можете и вы. Есть возможность стать гостем отделения, а также отправить смс на короткий номер 7878 или вложить любую сумму в копилку мать и дитя. Они находятся во всех магазинах сети новостей. Анастасия Дорога, Николай Шелко. Наши новости.